Дневной разворот Будем говорить про довольно Замысловатую историю Начавшуюся в нашем городе Нет, на самом деле началась она, конечно, давно Но то, какое она развитие получила В мае этого года, 9 мая Перед дворцом пионеров На Карла Маркса Два дворца Каким-то еще днем пионеров живу 19 мая Напротив дворца бракосочетания На территории земля, да, клумба Клумба перед дворцом бракосочетания Там активист городской Александр Ливанов Посадил картошку Он опередил тем самым, на самом деле Городские службы И многих садоводов опередил Потому что в этом году Посадка картофеля, как известно Состоялась из-за погодных условий Намного позже Но прикол, если по-простому говорить В том, что картошку впоследствии выкопали И посадили цветы И посадили такие там цветы Но этим история не закончилась Много вопросов, на самом деле, к Александру Один из ключевых С моей стороны Ну, Александр взрослый, опытный человек Он же вполне себе Мог себе представлять И отдавать отчет в том Что городские власти не оставят Эту тему незамеченной Из картошки не вырастет И попытаются каким-то образом Повернуть исход дела, да, в свою сторону Ну, в общем, пообщаемся, да С Александром после 12 часов Да В первом часе после рекламы Хотим поговорить про события Которая обрадовала, да, многих жителей города Уж не знаю, как обрадовала оно Жители Нижнего Новгорода Но с наступлением июля У нас будет ходить Ласточка, так называемая Скоростной, да, его правильно называть Ну, он едет быстрее, чем обычно Идет быстрее, чем обычно Скоростной состав, который соединит Нижний Новгород и Киров Очень удобно То, что вот мы прочитали Из предварительного такого сообщения Расписание Да, очень удобное расписание Можно рано утром в 6 утра Ну, я так округляю, да, уехать из Кирова Приехать ближе к полудню в Нижний Побыть там порядка 6 часов И ближе к 6 часам вечера Можно будет возвращаться в Киров Поговорим об этом С ведущим специалистом Службы корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги Натальей Бутариной Кстати, Наталья расскажет Как будут выглядеть вагоны Я очень надеюсь на это Ну, вот чего ждать Те, кто пока еще не ездил на Ласточке Могут себе представить Как это будет Ну, и прямо сейчас крайне актуальная тема Для многих жителей нашего города Отключение горячей воды Да, для меня актуальная со вчерашнего дня Я живу на улице Горького И вернувшись вчера После работы домой Я обнаружил, что вот эта традиция летняя Она снова в силе Хоть что-то остается постоянным в нашей жизни Отключение горячей воды летом Предстоит без горячей воды пожить Но, в принципе, пути уже они испытаны Испробованы Кастрюлька? Да, есть большая кастрюля Которая нагревается вечерком Собственно, ждут по очереди Все члены моей семьи И, собственно, вот так мы живем Олег Прохоренко с нами на связи Руководитель пресс-службы Кировского филиала Ты плюс, Олег, добрый день Алло Да Да, добрый день Привет, Олег Надеюсь, ты нас хорошо слышишь Да Да Ну, вот мы с Владимиром уже анонсировали Нашу первую тему Тему первого часа Отключение горячей воды Традиционная история Летняя Что-то меняется вообще год от года? Или нет? Ну, конечно, каждый год что-то новое появляется И, надеюсь, хорошее в том числе В этом году у нас уже второй год Мы проводим реконструкции С обязательством к подрядчикам Резервировать горячее водоснабжение То есть, когда проводятся длительные работы Там два месяца и более По замене участков тепловых сетей Плановые Наши подрядные организации Делают Укладывают Временные трубы Для того, чтобы обеспечивать на этот период Потребителей горячей водой То есть, переподключают просто эти дома По какой-то другой ветке Не совсем Нет? Не так? Не всегда есть возможность Переподключить по другой ветке И вот как раз в этом случае Укладываются такие временные трубопроводы Может кто-то проживает Или был там во дворе На Конево-13 Нынче там большая реконструкция идет У нас внутриквартальная Там прям сотни метров Этой трубы идет От СТП к домам Для того, чтобы люди были С горячей водой Пока мы выкладываем новые трубы А то есть, Олег, они не такие капитальные Да, предположим Да, это временные Это временные трубы Они пущены не под землей А над землей лежат Вот, по ним подается ресурс В то время, как ведутся работы Понятно, что отключение все равно Есть там на пару дней Для того, чтобы произвести врезку Установить заглушку и так далее Но это не несколько месяцев Это все-таки несколько дней Я подозреваю, что эти трубы Можно использовать повторно То есть, закончили в одном месте Перевезли в другое место Да, их потом демонтируем Подрядные организации демонтируют И могут использовать повторно Опять же, как временные Да, то есть, постоянные трубы мы укладываем Другой технологией немножко Это уже предустановленной изоляции В кожухе из полиэтилена Для того, чтобы не было внешней коррозии А вот эти трубы Как правило, можно второй раз демонтировать И использовать снова Это два вида, скажем так Два типа работ, которые вы летом ведете То есть, вот реконструкции постоянные И так называемая прессовка Из-за которой мы с Владимиром Оба сидим без горячей воды дома Да, сразу скажу, что без этого, к сожалению Ну, как любой сложный механизм Автомобиль без ТО не может И нужно на какой-то период его отдавать Там, осматривать, ремонтировать И не ездить в этот период на нем Да, и точно так же любая техника И особенно такая сложная система Которая испытывает максимальные нагрузки Зимой Это температура до 120 и выше градусов 10 атмосфер Понятно, что при таких нагрузках Летом нужно обязательно проверять Смотреть, как, чего И в каких местах необходимо Дополнительно провести ремонтные работы Вот именно с этой целью Гидравлические испытания и проводятся В Кирове, но это уже не новость Что раньше прессовали весь город от ТЭЦ И это накладывало отпечаток Во-первых, не везде удавалось Достигнуть необходимого давления То есть не все качественно прессовывалось А во-вторых, рвали сразу все сети И потом в течение всего лета Устраняли эти эффекты Сейчас прессовка проводится по секциям Их 300 Сейчас скажу Ну более 300, да? 387 В Кирове Это отдельные участки То есть специальную работу проводили Для того, чтобы эти участки отделить Друг от друга Сделать там специальные вводы Для труб Это прессовочная машина И ездит Это прессовочная машина По графику по определенному И этот график, он есть на сайте Ухода Ватеркиров Подсоединяется Нагнетается давление дизельным двигателем На этом участке Если все хорошо То уже там в течение трех дней Ну неделя, да? На прессовку все выдаются Уже через три дня После того, как прессовку провели Потребители получают горячую воду Если же есть дефекты Понятно, что в зиму с этими дефектами нельзя Это риск для того, чтобы Для разморозки какого-то дома Или внеплановых каких-то порывов Поэтому вот те участки Где есть дефекты Где есть слабые места Их выводят в ремонты Копаем Не очень, конечно, приятно Когда и для нас И для потребителей Когда эти участки проходят под дорогами А таких участков много В городе Инженерная инфраструктура у нас Проходит везде И во дворах И под тротуарами И под дорогами Но, как бы то ни было Тоже работы необходимые И сделать их нужно За короткие три месяца Олег, а времени занимает Сколько примерно этот процесс? То есть вы говорите, что Вот, ну, на проверку нужна неделя Я вроде бы увидела сроки Про подачу ресурсов В течение двух недель А в случае, если находится дефект какой-то Ну, на самом деле Гидраведические испытания Они там максимум неделю проходят То есть это нужно расхолодить Отключить участок Подсоединить машину Испытать Включить обратно Если нет дефектов Подать ресурс потребителям Если же есть дефекты То здесь Немножко сложнее Да, то есть Нужно найти это место Дефекты под землей Искать его непросто Вот сейчас На прошлой неделе Мы показывали робота Как он у нас Магистральные теплосети Проверяет И сканирует Специально И визуальный осмотр И магнитный осмотр Он как раз выявляет Вот такие места Где потенциально возможны Какие-то дефекты И где нужно В ближайшее время Или уже нынче Менять участки трубопроводов Но робот не может В каждую маленькую трубу Условно говоря, залезть Да, то есть Только трубы большого диаметра Подожди, он внутри прямо ходит? Да, и когда трубы под землей То испытывать их можно Только вот Большим давлением Или большой температурой Раз в 4 года Еще и испытания Проходят на максимальную температуру Вот нынче от ТЭЦ 5 Проходили такие испытания Это было в конце отопительного сезона И тоже там прилично Дефектов было выявлено Которые там В течение Мая и июня Устраняли В общем, возвращаясь к срокам Если находится дефект Вы его Нашли уже, да? Что дальше? Задача стоит, конечно Безусловно, задача стоит В течение двух недель С момента вообще отключения На гидравлические испытания И до момента Когда люди снова получают Горячую воду Все сделать Вне зависимости от того Есть дефекты или нет И этот акцент стоит Но бывает так, что И год от года, конечно Количество дефектов сокращается Потому что Ну, максимально перекладываем Слабые участки Сейчас С началом концессии С заключением Концессионного соглашения Но бывает так, что Дефект устранили Трубу поменяли Новые испытания И снова рвется где-то И снова нужно участок менять И тогда, конечно Сроки могут затянуться И за две недели Но можно, конечно Закрыть глаза Сказать, что Нет, у нас все хорошо Повторно прессовать не будем Дефект устранили Чем это чаевато? Это чаевато тем, что Зимой придется отключать Отопление А это уже совсем другие риски Это риски Разморозить систему И В общем Лучше сделать это летом Ну и копать зимой Сложнее Да, немножко потерпеть Для того, чтобы Зимой Спокойно, в тепле Прожить А нет возможности Вот в этот момент Когда находится такой участок Где прямо вот критично Надо делать работы Занимающие дольше двух недель Вот так же точно Как при реконструкции Перекладывать какие-то Временные ветки Чтобы люди воду получали Ну у меня Или это нецелесообразно Как ты считаешь? То есть для того, чтобы Проложить такую ветку Ага Требуется еще время Понятно И время и затраты Вот может быть это время И затраты И трудовые ресурсы Которые ограничены всегда Да, и средства Которые ограничены Пустить все-таки На более эффективные И быстрое устранение Самих дефектов Я просто вспоминаю Как мы мечтали Когда-то там Месяца Года два-три Я не помню Там в студии В этой говорили О том, что когда-нибудь Настанет такое время Что во время Как раз вот этих вот Испытаний Как-то будут Переподключать дома Чтобы люди Всегда были с горячей водой Я не знаю Насколько это актуально На самом деле Для большинства горожан Потому что мне кажется Что многие водонагреватели Наверное поставили У себя сейчас Ну, в любом случае Это неудобство Да, и Коль скоро мы живем В городе Который Который имеет централизованное Горячее водоснабжение Теплоснабжение То водонагреватели Такая исключительная Мера Я все-таки надеюсь Что они уйдут Когда-нибудь Не в бытие И думаю Что он будет Это в ближайшем Ну, на самом деле Вот смотри Сейчас у нас Идет реконструкция Интересная одна Мы прокладываем Тепловую сеть 455 метров По улице Заводской 17Б Там была Угольная котельная В подвале Здание И так как там Это в жилом доме Невозможно было Как-то механизировать Процесс Там 5 машинистов Этой котельной Вручную Спускали в подвал Уголь Доставали оттуда Шлак Это напоминает Какую-то пиратскую галеру А сейчас Этот дом Подключаем Нынче Уже к централизованной Системе То есть Не будет этих Жалоб На задымление И Не нужно будет Столько труда Тратить на то Чтобы Типовую энергию Добыть Да И уголь Уголь Это джечь В городе Конечно Это такое Сейчас мы На ТЭЦ Отказываемся От твердого топлива Постепенно И как только будет Достаточно Там Пропускная способность Труб газовых То наверное Полностью уйдем Уже от сжигания Твердого топлива Это буквально Там 3-5 лет Перспектива А чего же говорить О котельных В городской черте Которые работают На мазуте И углей Вот как раз По концессии Это Год от года Мы Количество Таких котельных Сокращаем Сейчас осталась Одна мазутная Если не ошибаюсь 4 угольных Вот с закрытием Котельной На заводской 17-б Из тех Что мы эксплуатируем Я напоминаю Что мы беседуем С Олегом Прохоренко Руководителем Пресс-службы Кировского филиала Компании Т-плюс Олег На очередном Совещании В администрации Города Было сказано О том Что в этом году Увеличилось число Обращений граждан По поводу отсутствия Горячей воды Я честно говоря Не знаю Куда обращаются люди В администрацию Непосредственно Или в другие органы Но вот На ваш взгляд С вашей точки зрения Как ресурсно-снабжающей Организации Действительно Стало больше Таких жалоб Я бы не сказал Я бы не сказал Что жалоб стало больше Жалоб примерно Количество Сохраняется Люди конечно Стали активнее Писать в социальные сети Вот И Ну У нас Появилось новое Новшество Да То есть у нас Если раньше была Горячая линия Тепловых сетей Вот Где сидели люди И работали Посменно И был один оператор Сейчас Это Вот Буквально С Конца Мая И мы об этом говорили Звучивали Приобрело цивилизованные рамки Это многоканальный телефон Могу я его озвучить Да Конечно 744-901 Появилась тепловая сервисная служба Такая же служба Справочная служба Такие же службы Появились во всех регионах Присутствия Т-плюс В 14 регионах И этот телефон уже Ну то есть там сидят операторы Которые Вас ориентируют по срокам И эта же информация Передается Может быть даже уже видели Получали По гидравлическим испытаниям Через госуслуги Там сложная система Через ДИС ЖКХ Это реализовано Но если у вас есть вопросы И Ну я сам этим пользуюсь Ну и телефон Призываю Призываю всех пользоваться Что если у вас есть вопросы По отсутствию Какого-то ресурса Все-таки В первую очередь Уточнять В управляющей компании Потому что Вся информация К ним поступает Будь то Горячая вода Отопление Газ С электричества И так далее То есть Все службы Обязаны Управляющей компании Сообщить О каких-либо Регламентных работах Или Там нештатных ситуациях Для того чтобы Управляющая компания Информировала жителей У нас это реализовано Там через специальное Мобильное приложение Да Я пишу в чате И уже там Через несколько минут Получаю ответ По какой причине До какого срока У меня не будет Того или иного ресурса Кому-то это удобнее Делать по телефону Почему Именно управляющая компания Потому что есть Виды работ Которые не связаны С внешними сетями Этой работы в доме И вот сегодня Мы разместили На нашем сайте Горячая вода в Кирове И ход вода в Киров График Согласованный Администрацией города Уже по работам Самих управляющих компаний По подготовке к зиме Насколько он будет Соблюдаться Это вопрос второй Но Тепловая инспекция Администрация города Управляющая компания Составили такой график Когда в домах Должна будет пройти Прессовка Промывка Подготовка Всех Тепловых узлов И так далее И можно ознакомиться Как раз на сайте И для Кирова И для Кирова Чепецка Свои графики Вот эти есть В какие-то сроки Можно ознакомиться График подготовки Жилых домов Да Это трехсторонний Вообще Отопление Централизованная система Это трехсторонний процесс Во-первых Есть головной источник Тепла Это ТЭЦ Или котельная Которая вырабатывает Тепло Есть сети Внешние По которым Тепло передается К домам Есть дома Которые должны Тоже быть подготовлены Тепло принять Если где-то В одном из этих Вещей Происходит сбой В доме На внешних сетях Или на головном Источнике Соответственно Тепла нет Поэтому все должны Работать Синхронизировано И Каждый из этих То есть На ТЭЦ Заготавливается топливо Проводится свои ремонты На теплосетях Свои ремонты В домах Должны производить Свои ремонты Опрессовки Регламентные работы Вот на том же совещании В администрации Было сказано Что нередко Существуют проблемы В взаимоотношениях Именно с управляющими Компаниями Действительно Это тормозит работу Он так серьезно В чем там вообще Основная Здесь нельзя обобщать Есть разные Управляющие компании Есть очень Хорошие Показательные Сегодня мы даже Готовили сюжет С одной из Таких управляющих Компаний Они показывали Как они готовят дом Я думаю Что видеосюжет В ближайшее время На одном из Телеканалов Городских Появится И сделаем На этой основе Наверное Даже Такой Видео урок Что должно быть Сделано Для того Чтобы люди Тоже понимали Что в доме К чему И какие работы Управляющая компания Должна провести И на самом деле Это может быть Не так заметно Но Сами управляющие Компании Признают Что требования От жителей Год от года Не сказать Ужесточаются Но Жители становятся Все более требовательными К своему имуществу Они уже Достаточно Просвещены О том Какие работы Должна проводить Отправляющая компания И Следят за тем Насколько Она качественно Проведена То же самое Они знают Свои права С точки зрения Отключения Ресурса Как Куда идти Куда обращаться Положен Не положен Компенсация То есть Просвещение Оно Все таки Нас догоняет И люди Начинают Сознавать Что они Являются Собственниками И Ответственными Становятся Ответственными Собственниками Своего имущества Как-то так Но молодцы И Это сказывается На самом деле На старте Отопительного сезона То есть Когда дома Хорошо готовы Подготовлены Промыты Системы Отопления Когда не нужно Тратить много Тепловой энергии И давать Огромный перепад Для того Чтобы дом запустить То Все процессы Они становятся Спокойнее Меньше порывов Меньше Холодных Стояков И все Люди Знают Что они В такой Это период Получат тепло И проблем Никаких Нет У меня Вот например К управляющей Компании Нашей Есть претензии Никакого Извещения О том Что у нас Будет отключена Горячая вода Не было Не видела Попробовала все там многие о том, что им положено, компенсация, либо, не знаю, за момент. За период отсутствия. Да, да, да. Не компенсация, а, скажем, перерасчет. Перерасчет, перерасчет. Я боюсь тут ошибиться, потому что я небольшой специалист, поэтому у меня все-таки другая немножко специфика работы, но как бы то ни было, вот сейчас, кстати. Ну, на перерасчетах, я понимаю. На нынче затянувшийся отопительный сезон, и сразу скажу, что, ну, был как бы отопительный сезон первый сезон, и второй сезон, и некоторые дома, которые включались в этот второй сезон, они получат квитанции, не удивляйтесь, пожалуйста, в июле затепло, именно потому что показания приборов учета снимаются 25-го числа месяца, а те, кто получили, ну, как бы были с теплом еще после 25-го мая, это уйдет уже в квитанцию июльскую, то есть в этом ничего такого странного нет, потому что... То есть не в июньской, а в июльской квитанции. В июльской квитанции, да, то есть чтобы это шоком не было для людей, это пара дней, но тем не менее будет там в квитанции тоже отметка, что вы потребляли тепло. Те, кто по нормативу, например, у кого нет приборов учета общедомовых, они... Ничего не заплатят. Да, они за май не оплачивают, но они оплачивают полностью в сетябрь, поэтому тут полка о двух концах, то есть с одной стороны вроде в мае, даже если весь май и до начало июня был отопительный сезон, ты не платишь, но если в сентябре отопительный сезон начался в конце, конечно, тоже удивление вызывает, а почему я должен платить за весь месяц. Ну, вот так законодатель принял это правило, что не приборенные дома, они платят с сентября, по май равными долями. Олег, если все-таки... Да, по апрель. Да, по апрель, да. Если все-таки объективно смотреть на вещи, все мы понимаем, что инфраструктура, ну, довольно изношена, и понятно, что много усилий нужно приложить к тому, чтобы заменить эти коммуникации. Просто вот так, чтобы предупредить, чтобы люди понимали, жителям каких районов областного центра все-таки стоит учитывать то, что у них... Старые трубы? Испытания, да, могут затянуться там на больший срок, чем планировалось. В общем, самые проблемные участки Кирова. Я не буду называть районы, наверное, микрорайоны, но скажу в целом, что самые проблемные сети, как правило, это сети, которые находятся в низких местах. В тех, которые постоянно топят. Вот, допустим, пример, там, Преображенская 113, это рядом с... Это второй Киров, да, вокзал? Да, со вторым Кировом. Там постоянно, вот, после любого ливня скапливается вода, это осложняет нам работы, и эта вода, она попадает в лотки, она начинает неизбежно портить трубы. И там их надо менять чаще. И там чаще возникают порывы. То же самое, там, микрорайон, условно, болото, да, который... Ульца Широницев, по-моему, да, где-то... Да, Широницев, Цеховая, Шинников, совершенно верно, Добролюбово, там, сети, которые нам были переданы в эксплуатацию, и они, ну, они не прессовались никогда, когда, там, гидравлических испытаний не было, там, вместо того, чтобы поменять участки, сейчас оставили, ну, заматывали просто трубы. Ну, в общем, в ужасающем состоянии, там, нечего ушивать было, и вот нынче, наконец-то, там, первая ласточка на улице Цеховой, достаточно большой участок, в конце всей будет заменен. Такая же история была на Ярдяково, улице, это было ужасно, там, как бомбежка каждый год, и вот половину сетей в прошлом году, вторую половину в этом году мы заменим по четной стороне, и, наконец-то, люди, там, на Московской 101-103 и Ярдяково 2,4 не будут испытывать ни удовольствия, потому что они в самом хвосте, и постоянно как порыв, так они сидят без горячей. А там сети еще, по-моему, наружу выходят над землей, или могу ошибаться? А они над землей идут по улице Сормовской, а потом выходят над землю у техникума, у колледжа, и вот как раз весь этот участок, и вдоль Сормовской, их в прошлом году поменяли, и до пятерочки по Ярдяково, и нынче мы дойдем до Московской, заменим эти трубопроводы, это тоже то, что нам досталось от Лепси сети, от другой организации. Бывшие ведомственные, да, сети? Да, бывшие ведомственные сети, таких сетей передается много, и они доставляют немало хлопот, но год от года все-таки мы их тоже приводим в порядок. Понятно, что вызывая недовольство жителей, что мы каждый год копаем что-то там и так далее, нарушаем благоустройство, но без этого исправить ситуацию, к сожалению, бывает невозможно. Олег, по поводу ремонтных работ и дорожных работ, то есть вы сказали в самом начале, что часто бывает, да, 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 бывает так, что рвется прямо под дорожным полотном, где и что? Вот я видела пока улицу Карла Маркса ограниченное движение, улицу Советскую, будет ли еще? Ну, на самом деле, это как раз-таки плановые работы, это реконструкции, и они были запланированы, и мы нынче запустили сайт, может быть, доходили на него сайт реконструкции, где можно все объекты посмотреть, где написано, какие ограничения предполагаются, где будут дороги перекрыты, где сужение проезжей части и так далее. То есть, если вам интересно, вы можете посмотреть все это на карте, и по каждому объекту есть отдельная карточка. Сейчас работы уже ведутся с закрытием движения на Карла Липкнехта, например, это между улицами Молодой Гвардии и Маклина, там до 15 августа ограничение движения действует, ну, это одностороннее движение, да, от Маклина до, ну, в сторону библиотеки Герцена, там один квартал. Сейчас закрыто движение по улице Красноармейской у Банка Хлынов, в самом начале улицы Красноармейской. Красноармейского. Там где-то большие веков, да? Урицкого. Урицкого, Урицкого, да. Да, оно будет закрыто до 30 июля, а с 30 июля по 30 сентября будет ограничено движение по улице Урицкого, как раз. То есть, Красноармейскую открываем, Урицкого закрываем. Это в районе Телебашни, если кто не реагирует. Да, это в районе Банка Хлынов, Телебашни, ну, там, вот, Кикиморская гора. По Карла Маркса, да, значимый очень участок. Карла Маркса полностью закрываться не будет. Будет частично по полосам перекрываться движение для того, чтобы сначала одну часть пройти улицы, потом другую. А в районе улицы Советская. Вот улица Советская с 20 июня по 20 июля от дома 68 до пересечения Солодарского будет закрыта. И с 20 по 30 августа улица Советская от пересечения с улицы Карла Маркса до дома 68. Там вообще три этапа. Вот, и сама улица Карла Маркса. На месяц закрывается. Да, на месяц, но не закрываться, а сужение будет движение. Вот такие истории. Ну, плюсом еще 1,61, там не самый проезжий, наверное, участок, но тем не менее будет тоже перекрываться движение. Это в районе, это Кашельско-Налоговый, да. В районе Налоговый. По улице Преображенской, в районе Драмтеатра, то есть по Карлу Марксу у нас нынче два объекта. Это вот от поликлиники с 7, если не ошибаюсь, до Карла Маркса 47, до Драмтеатра будет меняться тепловая сеть. Тоже там достаточно много дефектов было в последнее время, и она вошла в перечень на замену. И здесь, пока мне, как мне пояснили специалисты, будет ли перекрываться улица Преображенская, покажут вскрытие. То есть насколько там лотки, которые лежат, насколько они в каком они состоянии. Если они в хорошем состоянии и не потребуется их перезаливка и там замена, то тогда мы идем по пути протаскивания просто труб под дорогой, и движение сохраняется. Если есть необходимость, соответственно, вскрывать все и менять железобетонные конструкции, тогда нужно будет изобретать, как это сделать, с минимальным ущербом, либо в кратчайшие сроки, там, в течение нескольких дней, либо ограничивая движение по полосам. Ну, тут разные варианты. Часто вопрос, на самом деле, задается, а почему вы все под дорогами-то делаете, да, трубы кладете, нельзя разве вынести? Ну, вот, к сожалению, город так устроен, особенно центральная его часть, что коммуникаций очень много. Есть водопровод, канализация, электрические кабели и наши тепловые сети, и куда-то их сдвинуть, к сожалению, бывает невозможно физически. Все очень плотно и узко. Если, да, логично, я думаю, поговорить и о местах, которые не относятся к проезжей части. Минуту у нас до рекламы. Да, я знаю, что администрация в последние годы неоднократно высказывала о претензии. В общем, я по поводу благоустройства территории, где проводились земляные работы. Будете ли вы более пристальное внимание в этом сезоне обращать? Ой, я прошу прощения. Или уже после рекламы, наверное, поговорим, да? Подождите, давайте мы сделаем так. У нас Олег с нами останется на связи на полминутки, да, послушает с нами рекламу. Да, конечно. Спасибо. Мы уйдем сейчас. Один часов тридцать две минуты. Продолжается дневной разворот. Руководитель пресс-службы Кировского филиала компании Т-Плюс с нами на связи Олег Прохоренко. Олег, мы слышим, да, друг друга? Да, Аня, Владимир, добрый день. Да, да, еще раз. Вот по поводу благоустройства мест, где проводились земляные работы, будет ли Т-Плюс и подрядчики обращаются в этом сезоне более пристальное внимание? Потому что здесь жалоб тоже, как мы знаем, было предостаточно. Ну, смотрите, здесь контроль тоже многосторонний. Помимо того, что мы контролируем, там, работу своих подрядчиков, ну, не то, что даже контролируем, мы организуем, да, выставляем им приоритеты, что, какие участки необходимо сделать в первую часть, какие в вторую, какие в третью, и все объекты у нас на контроле. Есть еще управление дорожно-парковой инфраструктуры в администрации города, которое следит за качеством выполнения этих работ. И есть инспекторы в теруправлениях, которые тоже каждый раз там обходят эти места. И если где-то нарушено ограждение, нет соответствующих табличек, нет освещения в ночной период на проезжей части, тоже нам все эти претензии высказывают. Кроме того, естественно, есть неравнодушные жители города, которые сообщают нам, и мы выражаем большую признательность, не иронизируя нисколько, потому что подчас уследить за всеми раскопками невозможно. Где-то упали ограждения или где-то сдвинули люк, и они нам оказывают большое-большое содействие в этом. Вот. А вызывает удивление, и тоже вот сейчас у меня рядом с домом, например, там ведется, ну, вскрыли асфальт второй раз за сезон, да, и по новой трамбует песок. Это ваши вскрыли, да? Ну, в смысле, коллеги. Пусть это не вызывает удивления. То же самое было, допустим, на Казанской, рядом с Розерихинским обрагом. Зимой вроде бы копали, положили асфальт, потом весной снова вскрыли и снова стали класть асфальт. Делается это для того, чтобы зимой, во-первых, несоответствующие условия, и асфальт этот считается временным, он не сдан должным образом, есть пучение грунта, усадка и так далее, и поэтому по технологии мы обязаны вскрыть этот асфальт, сдать послойный песок, щебень и новый асфальт положить, и только после этого город принимает у нас объект. То есть это не наша прихоть, это необходимость зимой обеспечить движение, а летом привести в должное состояние этого участка. Поэтому кажется, что два раза копаем в одном месте. Ну и на этот новый уже участок, капитально сделанный, уже, видимо, дается та же самая гарантия, что именно на приматированной дороге. Да, безусловно, и верхний слой асфальта, если речь идет о дорогах общего пользования, об улицах, то там верхний слой асфальта, так называемый щема, уже укладывают специализированные организации, которые эту гарантию дают. Я хотела просто спросить, вот когда у нас пришел еще прежний наш губернатор Игорь Васильев, тогда, по-моему, говорилось о том, чтобы выстроить какую-то, ну не знаю, там коммуникацию, общую систему, общую табличку ремонтных работ вот по реконструкции Т-плюс и дорожных работ по БКД. Там же, я так понимаю, что есть определенные ограничения, то есть если вы раскапываете тот участок, который сделан по БКД, восстанавливать его должен тот же подрядчик, который делал эту дорогу, чтобы гарантия не терялась. Или я что-то путаю? Нет, такая синхронизация есть, и объекты, которые мы сейчас реконструируем, мы планируем на три года вперед. Соответственно, пока готовим проектно-сметную документацию на тот или иной участок, мы уже информируем администрацию города о том, что мы там предполагаем работы, поэтому город, соответственно, планирует укладку асфальта уже после проведения наших работ. Но это не касается, понятно, что внеплановых работ по дефектам здесь предсказать невозможно. Точно так же мы не можем планировать дольше, чем на три года. Почему? Потому что теплосети по-разному на разных участках выходят из строя. И где-то мы планировали заменить один участок, а приходится через три года обращаться к другому, через четыре, потому что он быстрее износился, и там больше дефектов. А в целом, конечно, это вопрос, может, даже больше философский. У нас асфальт укладывается чаще, чем меняются трубопроводы, и это естественная необходимость. То есть нельзя уложить асфальт на 30 лет, если оно износится. Поэтому и чаще, и быстрее, чем... И это тоже нужно... нельзя ждать три года, пока мы дойдем до этих сетей. Людям нужно ездить по дорогам сейчас. Поэтому здесь нам никогда полностью синхронизировать это, ну, я думаю, что у нас не получится, да. То есть вот, если бы так же возможно было и по стоимости это было, соответствовало там сети, а потом там укладывается асфальт, и это было бы... было бы, конечно, идеальный случай, но сетей мы можем переложить в год там 30, ну, 40 километров, да. А асфальт укладывается гораздо больше. Олег, как сейчас, кстати, выстроена работа с подрядными организациями, потому что, ну, мы знаем, что тут тоже проблемы возникали. Ситуация, по-моему, в двугодичной давности, да, 2020 года, когда у нас был подрядчик, который, в частности, если не ошибаюсь, улицу Володарского, что-то там... Или улицу Свободы, но где-то, где-то там... Без разрешения, без каких-то документов, более сейчас вы защищены от таких случаев, более серьезные, жесткие требования вы предъявляете, так, подрядным организациям. Ну, на самом деле, мы не можем предъявлять большее требования, чем предписано законом. Мы действуем как естественная, вернее, тарифная организация в рамках закона и должны выставлять на торги. А вот, то есть вы тоже по этому прислаблитому ФСЗ работаете, да? Да, 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 и побеждает тот, кто предложит лучшую цену. Меньшую цену. Кто дешевле сделает, тот побеждает. Да. Обещает начальник, кто дешевле сделает. Точно так же, как при государственных торгах. Но плюс в том, что за последние пять лет выросли очень добросовестные, хорошие, качественные подрядчики в Кирове. Начиная с совсем небольших объемов, сейчас они ведут уже по несколько объектов и укладывают по нескольких километров. Но если я назову, не будет? Нет, не будет. Почему? Должен быть. Мы должны звать свои герои. Это проект КАРС, это регион строймонтаж, это ПТК-ТЭС, то есть организации, это СУС-спецстрой. Надежные, хорошие, качественные. А вот когда заходит организация непонятная, из другого региона, от которой непонятно, что ждать, и есть ли у нее достаточно свет в силу квалификации кадров, вот, конечно, с этой точки зрения мы несем риски. Нынче таких организаций нет. Я, простите, перебью в том случае, если не ошибаюсь, там Чебоксарская компания была. Ну да, еще ваши. Они делали специфическую, важную и нужную работу, но, к сожалению, что касалось и в части технической, было все нормально. Что касалось благоустройства, то эти работы затянулись надолго. На год. Да. Еще плюсом, то есть им пришлось вот так же вскрывать и переделывать, и сдавать по новой те объекты, которые они делали. А есть возможность как-то эти компании, условно говоря, ну, не то чтобы не допустить, ну, скажем так, не выбрать их, да? То есть законная возможность как-то прописать в контракте, что компания должна, например, находиться в Кирове, чтобы вы всегда могли обратиться. Там очень тонкая грань между УФАС, которые контролируют, чтобы на торге имел возможность заявиться любой. Там наверняка есть какой-то черный список, но перед тем, как попасть в этот список, надо, извините, накосячить. Да. Да, то есть если мы без весомых оснований какую-то компанию не допустим до торгов, без нарушений документации и так далее, то понятно, что она обратится с жалобой тут же, ментально, и будет в рамках закона, наверное, права. Поэтому здесь всегда есть риск нарваться на такую компанию, потому что, ну, заявиться реально границ не существует. Заявиться может компания из Владивостока прийти к нам, и если она подтвердит документально, что у нее есть ресурсы, что у нее есть опыт, мы не можем ее не допустить, но не знаем при этом бэкграунда, не знаем, как она работает, да, и каких-то оснований для отклонения у нас не будет. Хотел спросить еще по поводу поставок оборудования, трупов, всего остального, потому что вижу, та или иная отрасль, там, практически каждый день заявляет, что возможно какие-то перебои, да, 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 потому что логистика, еще что-то, вы как-то завязаны, там, на импортные какие-то комплектующие, не знаю, поставки, или на местные, российские, которые затягиваются по срокам, потому что много стало, спрос очень сильно выросли. Зачастую, да, там расходники, самые элементарные, этого начинает не хватать, но судя по тому, что... В прошлом году, безусловно, такая проблема была, проблема заключалась в том, что скакнула стоимость металла, но мы подстраховались, точнее, не подстраховались, так устроено наша внутренняя система, что централизованные закупки это большая часть, все-таки большую часть трубной продукции и фитингов и так далее, задвижек, мы закупаем сами и делаем это загодя. В предыдущем году, закупая большими партиями сразу для всех филиалов, непосредственно у заводов. То есть у вас запас? То есть ниже цена и сразу уже на складах перед началом сезона реконструкции у нас запас, большая доля труб лежит. Часть труб, и это оговорено контрактами, закупают подрядчики. У них тоже случаются иногда там какие-то проблемы, но так как продукция это все-таки российская, то всегда можно найти там альтернативного производителя, пусть чуть дешевле, но эти трубы закупить. То есть вы на импортные поставки вообще не завязаны? Если есть какие-то, то минимальные, но вот что касается трубной продукции, здесь все российские поставщики. Исключительно отечественные. Да, да, да. То есть мы, я думаю, что свои трубные продукции обеспечиваем даже ближние зарубежья, то есть здесь проблем не должно быть. В общем, без труб не останемся. Это хорошо, без воды, без отопления. Да, ну и в завершении, да, уже нашего разговора с Олегом Прохоренко, руководителем пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс, еще раз напоминаем, собственно, каналы связи, по которым жители нашего города могут уточнить те или иные вопросы, связанные с горячим водоснабжением. Во-первых, управляющая компания. Во-первых, своя управляющая компания, которая обязана информировать о сроках отключения, о сроках отключения и так далее. Я бы даже предложил все-таки посмотреть и найти тот канал коммуникации, наиболее удобный для вас, по которому общаться с управляющей компанией, будь то ГИС ЖКХ или, возможно, мобильное приложение, которым пользуюсь я, и это очень удобно, либо это телефон круглосуточный какой-то, но в любом случае этот канал должен быть в первую очередь. Во-вторую, это тепловая справочная служба 744-901, маленький лайфхак, точно так же, как любой колл-центр, там масса разветвлений, нажмите 1, нажмите 2, если вам необходимо поговорить с оператором, просто скажите, соединить с оператором. И будете разговаривать с человеком. А там прямо звонишь, называешь свой конкретный адрес и уже все разъясняется. Нет, не надо называть адрес, вам просто предлагают пути решения вашей проблемы, по которой вы позвонили. Сначала в автоматическом режиме, если вы скажете соединить с оператором, то уже будете объяснять свою причину оператору. Живому человеку, но и сайт HotWater. Да, сайт HotWater Киров по-прежнему работает, актуально обновляется информация, какие там есть отключения, но если вы не видите своего дома, вполне возможно, ну вот такая история была вчера, там по одному дому на Ленинное ствое, ну где-то в районе Зонального, в районе микрорайона Южного задавали нам вопрос и выяснилось, что там как раз организация, владелец сторонних сетей, там новый микрорайон, проводит свои работы. Естественно, на сайте у нас этой информации нет. Потому что это не вы. Да, у управляющей компании. Спасибо. Спасибо за подробную информацию. Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс, с нами был на связи. Мы дневной разворот быстренько сворачиваем. Про ласточку будем говорить после 12.30.